Корпорация Кока-Кола запустила в СМИ популистскую кампанию по борьбе с коронавирусом с бюджетом в 3 миллиона долларов. В то же время работники Кока-Кола с подозрением на коронавирус были отправлены на карантин без пособий. Руководство компании Кока-Кола на Филиппинах пользуется чрезвычайной ситуацией, сложившейся в стране из-за коронавируса, для давления на профсоюзных лидеров и запугивания членов профсоюзов. В настоящее время деятельность Департамента по труду и занятости Филиппин парализована из-за пандемии, поэтому подача жалоб на нарушение трудовых прав затруднена. По всему миру крупный капитал и сросшийся с ним государственный аппарат пытаются использовать пандемию, чтобы решить проблемы нынешнего кризиса капитализма за счет эксплуатации трудящихся. Противопоставить этому можно только организованную борьбу работников за свои права. Россияне начали массово покупать более дешевый хлеб. При этом страдает только средний ценовой сегмент рынка. Спросы предложения в высшем остаются без изменений. Как показывает недавнее исследование, проведенное холдингом «Рамир», доля расходов граждан на питание в мае 2020 года составила 42%, что на треть больше показателя прошлого года. Это говорит об общем снижении уровня доходов простого народа. Переход большинства покупателей среднего звена в данном сегменте рынка к более дешевым продуктам при сохранении неизменным высшего звена говорит о том, что впоследствии кризиса острее всего ощущают на себе простые граждане. Именно они, а не оставшиеся при своем или даже с прибылью олигархи, будут расплачиваться за агонию давно отжившей своей системы. Пока трудящиеся не осознают это и не начнут всерьез бороться за свое будущее, им придется платить все больше и больше. Правительство многих штатов Индии использует эпидемию коронавируса как основание для отмены норм трудового законодательства и ограничения прав рабочих. В штатах Уттар Прадеш, Матхья Прадеш, Гуджарат и Химачал Прадеш власти объявили о значительных изменениях в законодательстве, например, об увеличении рабочего времени до 12 часов. Политика властей вызвала ответную реакцию трудящихся. 16 июня Компартия Индии провела в Джамму и Кашмире акцию протеста против антинародной политики центрального правительства. 11, 12 и 18 июня из-за приватизации в угольной промышленности бастовали шахтеры Индии. Новая трехдневная забастовка запланирована на 2 июля. 25 июня протестовали медицинские работники Индии. 5 июня объединения центральных профсоюзов Индии и независимые федерации и ассоциации трудящихся выступили с заявлением, в котором объявили 3 июля общенациональным днем протеста. Профсоюзы требуют от правительства немедленно провести давно назревшую индийскую трудовую конференцию, чтобы обсудить трудовые и профсоюзные права. Вопросы потери рабочих мест, заработной платы, обеспечения занятости, вопросы рабочих мигрантов. Объединение призывает всех трудящихся к участию в акции 3 июля 2020 года в рамках подготовки к общенациональной объединенной борьбе. Конкретная форма дальнейшего протеста, включая всеобщую забастовку, будет определена после проведения общенационального дня протеста, говорится в совместном заявлении Центральных профсоюзов и Федераций. В ходе очередного телеобращения к стране президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о том, что семьи с детьми до 16 лет могут получить повторную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. На эти цели будет направлено около 270 миллиардов рублей. Для многих семей такая сумма является серьезным подспорьем. Однако в условиях идущего крупномасштабного кризиса это капля в море, которая не приведет к серьезному увеличению семейного бюджета. Более того, этими подачками с барского стола власти не компенсируют те средства, которые они ранее вынули из кармана трудящихся путем повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Однако на этом примере мы видим, что государство даже при незначительной угрозе волнений предпринимает определенные меры по поддержке населения. Председатель правительства Мишустин подписал постановление о субсидировании расходов бизнеса и граждан на переоборудование автомобилей для работы на газе. Стимулирование направлено на повышение использования газа как топлива для автомобилей и проводится в рамках государственной программы развития энергетики. Стоит отметить, что на текущий момент газификация страны составляет около 70%. В планах Министерства энергетики увеличить объем газификации до 83% только к 2035 году. Это будет стоить около 1 трлн рублей. Для правительства газификация – это проведение магистрального трубопровода до населенного пункта и строительство газораспределительной станции, а также системы газоснабжения населенного пункта уже за счет местного бюджета. Поэтому возможно, что на бумаге газификация в 83% будет достигнута в срок. Газпром и региональные власти регулярно получают субсидии от государства. Но подключение газовой сети самого жилья проводится за счет граждан. И это совсем не дешевое мероприятие. К примеру, стоимость подключения частного дома в Московской области, по самым скромным подсчетам, составит около 265 тысяч рублей. Стремительно нищающее население Российской Федерации не может себе позволить такую роскошь, как дешевый газ. Как жители города Новая Ляля, жилье которых в администрации президента сочли неперспективным для газификации из-за их преклонного возраста и низкого дохода. Пятницу 19 июня докеры по всему западному побережью США вышли на забастовку в знак солидарности с движением Black Lives Matter и в знак протеста против приватизации портовых служб. Всего в забастовке, организованной Международным союзом складских и портовых рабочих, приняли участие 29 портов. Рабочие остановили судоходство от Ванкувера до Сан-Диего. Эта остановка работ обошлась судовладельцам и портам в десятки миллионов долларов. В Окленде члены профсоюза организовали марш и автомобильный караван под девизом профсоюза «Боль одного, боль всех». Перед началом марша и по его завершении прошли митинги. Выступавшие на них ораторы настойчиво говорили о необходимости усиления глобальной борьбы с расизмом. Одним из выступавших был артист и кинорежиссер Бутс Райли. Он напомнил о политическом значении забастовки. Райли подчеркнул силу организации трудящихся. Компании, по словам Райли, были напуганы угрозой остановки работы. Он предложил всем представить, что произойдет, если это будет не однодневная забастовка портов Западного побережья. Какими будут затраты капиталистов? Это мы создаем богатство, сказал Райли. Нам нужно показать им, что мы не спрашиваем, а говорим. Дмитрий Песков заявил о постоянной ротации власти в России. По мнению чиновника, не замечать этого было бы неверно. За последние 20 лет российский капитал значительно увеличил свои накопления. Но растущая по всему миру протестная активность трудящихся вызывает у правящего класса серьезные опасения за свое будущее. Для рабочих совершенно неважно, какой периодичностью один представитель капиталистов сменяет другого – на посту президента или губернатора. Не принципиально, как называются партии в буржуазном парламенте. Главное – интересы каких классов они представляют и кому принадлежат средства производства. Настоящая, а не иллюзорная смена власти – это смена правящего класса.